Всем привет, меня зовут Смирнов Иван, и сегодня мы узнаем, что такое арт-дизайн-документ и зачем он нужен. Погнали! Арт-дизайн-документ, его же называют арт-библией. В нем описываются все основные стилистические и артистические решения, необходимые для работы художников на проекте. Зачем же он нужен? Он нужен затем, если у вас много художников в команде, то вы, вероятно, хотите, чтобы они рисовали в едином стиле и чтобы ваш проект не развалился. Арт-дизайн-документ позволяет описать и формализовать все аспекты вашего проекта и его визуальных составляющих. Арт-дизайн-документ составляется в первую очередь арт-директором, но при участии других руководителей команды. Его составление начинается с описания целей и задач проекта, которые вытекают из целевой аудитории. Например, если мы делаем проект для детей, то там будут одни стилистические решения. Если же мы делаем проект для взрослой и играющей аудитории, то там стилистические решения будут совершенно иными. Но это еще не все. Арт-дизайн-документ описывает стилистические и технические ограничения, которые отличают ваш проект от других проектов. И, соответственно, как вы будете это решать и преодолевать. Например, если вы делаете игру для мобильника, то у вас жесткие ограничения по полигонажу, у вас жесткие ограничения по ресурсам, и вы не можете позволить себе какой угодно. Стиль вам нужен тот, который будет смотреться идеально при текущих технических ограничениях. Либо же другое, ваш проект должен получить свои отличительные особенности именно за счет стиля. И вы должны четко его описать и формализовать, чтобы другие художники могли его с легкостью повторить. Описанные мной свойства арт-дизайн-документа лежат в основном на поверхности. Но есть еще и одна глобальная цель, зачем он нужен. Он минимизирует издержки. Арт-дизайн-документ — это средство управления командой художников. Он позволяет минимизировать переработки и создать нужную вам графику в более короткие сроки и с более четким контролем финального результата. А в некоторых случаях арт-дизайн-документ может содержать и техническую информацию. Например, какой у нас пайплайн производства того или иного контента, как его хранить и как его передавать остальным членам команды. Теперь вы знаете чуточку больше об арт-дизайн-документах. Я надеюсь, что эти знания помогут вам в вашей дальнейшей карьере. А с вами был Смирнов Иван. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите колокольчики. И всем спасибо, всем пока.